Всем здравствуйте! Сегодня мы будем рассматривать новые ткани, которые мы получили из интернет-магазина из мира. Ссылочки вам оставим в описании. Это такой голубой батист. Он, как вы видите, однотонный и приобретался он специально, как подкладочная ткань, вот к этому, вот такому батисту. Я думаю, что, ну, прекрасно, во-первых, сочетается, абсолютно одинакового тона, видите, вот одна и вторая ткань накладывается, будут хорошо сочетаться между собой и, скорее всего, что из этого голубого батиста будет сшит сарафан. Также вот такой у нас еще есть батист. Тонюсенький, тонюсенький. Ну, смотрите, из него тоже можно пошить либо легкую какую-то блузочку на лето, либо это может быть сарафанчик, это может быть платье в стиле кантри, это может быть юпочка. Прекрасно подойдет, как для женской одежды, так и для детской одежды. Девочкам и маленьким деткам тоже будет очень красиво шьют, вот такие вот нарядные-нарядные платьишко. Можно купить для того, чтобы обработать, ну, например, какие-то валанчики, какие-то оборочки. Если приобретаете кружево, тоже вот такое хэбэшечное, узенькое, прекрасно все будет смотреться. Вот такая вот сетка, красненькая, она идет, я ее положила изнанкой сейчас. Идет в такую точку, точка идет, как будто бархатные бусинки сюда положили, вот так вот она смотрится. Сама сеточка, она стрейчевая, она тянется. Будет прекрасное сочетание для пошива платьев, для пошива блузок. Можно, допустим, шить изделие, однотонную красную ткань взять, а вот эту вот сетку сделать, допустим, какие-то там сверху накладные детали, которые будут идти выкроены по косой, либо в стиле вот таком, ну, я думаю, что вы видели, да, что идет изделие, а сверху какая-то вот такая, типа накидка, но она более клешоная, получается очень красиво. И, кстати говоря, недавно мы шили футболку на канале, кто помнит, то тоже можно использовать вот для футболки в сочетании. Трикотаж и вот такая сетка. Вот у нас органза, тоже она идет такая набивная. Очень-очень тонкая, тонкая, можно для блузочки. Смотрела я интересные модели, опять-таки, итальянских дизайнеров. То там вот из органзы, ну там были цветочки, была замечательная такая интересная курточка. Вот тоже платье, которое на мне сразу хочу сказать, что было оно пошито в том году, тем летом. Это здесь у нас ткань катон, и по этому платью мы его делали построение, как выкройки основы, сразу на ткани и сразу краили, сразу шили. Здесь у нас еще обработка горловины такая интересная. Мы сделали здесь застежку пола, поэтому ссылочку оставим вам также в описании. Следующую ткань, которую я вам хочу показать, очень красивая, очень-очень нежная. Это у нас шелк Армании. Очень нежная ткань и на ощупь, да, и очень нежно смотрится сам принт. Здесь тюльпаны, нежно-нежно розовые, белесые такие. И цвет, видите, переходящий из более светлых в более темные тона. Вот оно вот так вот. Очень интересно смотрится. Из этой блузки, ну, из этой блузки, из этой ткани, я думаю, будет смотреться красиво блузка. Она такая вот тоненькая, красивая будет. Следующая ткань у нас тоже довольно-таки интересная. Она идет такая купонная. Вот такой вот у него верх. Идет как, ну, вот знаете, золото, бронза, что-то такое между. И далее идет купон. Купон, наверное, сантиметров где-то 35 от низа. Будет очень интересно смотреться в платье. Можно пошить юбку. Тоже будет красиво смотреться, если, ну, вот, возьмем, допустим, пошьем юбку Макси. Взять ее, пошить в складку. И одеваем блузку, я не знаю, там, такую вот голубенькую или беленькую, серенькую. Ну, конечно, блуза должна быть однотонной. Будет очень красиво смотреться. Крепший фон. Он не такой прям прозрачный, да, идет, как... Шифоны легкие. Это более такой, как бы, плотный. Вот так вот я вам сейчас покажу руку свою. Сильно он не светится. Но я имею в виду, вот видите, вот так вот. Вот такое вот идет свечение. Конечно, нужна подкладка. Это однозначно. Но при этом нет такого, что оно полностью повторяет все. Вот так вот я приложу еще даже вот так вот к себе, чтобы было более понятно. Интересный принт. Не могу сказать вам, какие здесь цветы. Вот как они называются, я не знаю, напишите, кто знает. Следующий шифон. Тоже это крепший фон. Прекрасный принт. Настолько он такой здесь вот насыщенный. Настолько яркий. Сочетание цветов, видите, здесь вот и сиреневая, и красная, и лимонная. Ну, очень красивый. Можно опять-таки пошить, допустим, если пошить юбку, то одеваем футболку любого цвета, и будет прекрасно. Будет прекрасно смотреться сарафан. Можно сделать на лето, на море накидку. Тоже будет очень красиво смотреться. Следующий я вам показываю такой, это штапель. Но это штапель такой более плотный. Немножко уплотненный. Он так и называется новый штапель. Он имеет немножечко такую растяжимость. И тоже шикарный принт. Я думаю, что с этого штапеля нужно шить все-таки сарафан. Пишите, что вы видите, из какой ткани. Следующий у нас опять-таки новый вот этот вот обновленный штапель. Пудрового цвета. Как вы видите, я в этот раз заказала вот что-то мне захотелось, вот такое, чтобы было с сиреневым. И шифон с сиреневым, и одна ткань с сиреневым, и вторая с сиреневым. Здесь розы. Тоже очень красиво будет и платье, и сарафан. И теперь две ткани. Я заказала как бы одинакового принта, но разные по цвету. Это вот такая вот белая, тоже это хэбэшная ткань. Это тоже вот такой более плотный. Вот я их накинула два вместе, чтобы вы увидели. Как бы принт, как видите, одинаковый, разный цвет. Ну вот здесь вот по поводу не светится. То есть это тоже очень важно. На ощупь очень-очень приятная, мягкая ткань. Сильно, чтобы она сминалась, сильно не сминается. Но шьется, вернее утюжится очень-очень легко. Шьется тоже классно, потому что я из подобной ткани уже шила изделие. Имеет стрейч. Видите? Хорошо тянется. Вот можно даже взять и пошить, сочетая две ткани. Пошить, допустим, платье на запах. Можно пошить, допустим, комбинезон. Тоже используя обе ткани. Тоже будет интересно. Ну, либо можно использовать как бы ее каждую ткань в отдельности. Но еще раз вам повторюсь, что она не светится. Более такая плотная. Это совсем не тот штапель, который мы привыкли с ним работать. Он и не такой скользкий. По цвету, как вы видите, это белый с такими черными кубиками и такими полосочками. А вот здесь принт идет в сочетании темно-синего с таким бронзовым цветом. Пишите ваше мнение. Мне интересно, что из какой ткани вы видите. Желаю всем удачи, приятных покупок. Всем пока!